Ну вот, коллеги, а теперь мы переходим к нашей сегодняшней теме. Поговорим о работе ВБС на примере университетской библиотеки онлайн. Ну, так вот назвали нашу сегодняшнюю встречу «Больше, чем книга». Действительно, больше, больше, чем книга. Ну, дело в том, что очень часто я сталкиваюсь с тем, что и студенты, зачастую и преподаватели относятся к электронным библиотекам как просто такая электронная читалка. Вот от студентов я это очень часто слышу, что это просто электронная читалка, когда зашел, в лучшем случае нашел учебник, иногда можно услышать, что а там ничего нет, на самом деле все есть, как в Яндексе. Только не всегда мы это можем найти, потому что не всегда знаем, как искать, и не всегда можем правильно искать. И на самом деле электронная библиотечная система мы будем рассматривать на примере университетской библиотеки онлайн. Поэтому для подписчиков это в первую очередь наш вебинар. Ну, и для не подписчиков тоже для того, чтобы знать, какие возможности есть у данной университетской библиотеки. На самом деле там возможностей гораздо больше, и это может быть не только онлайн-читалка, это еще может быть и хорошее подспорье при сборе материала, при обработке материала, подготовке его к использованию в наших публикациях, в статьях, в письменных работах для студентов. Но вот, к сожалению, не всегда мы этим пользуемся, а не всегда пользуемся, потому что не всегда знаем, как. Вот сегодня я вам такую небольшую экскурсию проведу по трем полезностям. На самом деле их гораздо больше, но мы остановимся только на трех самых основных. Три полезности, две полезные интересности, скажем так. Ну, и покажу некоторые нюансы, которые там есть, и которые интуитивно не всегда понятны и не всегда очевидны, из-за чего не всегда удобно становится работать. Ну, вот, постараюсь вам показать и на слайдах, и попробую показать демонстрацию экрана непосредственно в самой университетской библиотеке, чтобы было видно и потом в записи осталось, как этим управляться, как этим пользоваться. Значит, и начнем мы, ну, три таких больших момента, даже четыре, наверное, мы рассмотрим. Это поиск, это личный кабинет, что там есть полезного, профиль, что есть закладки цитаты, да, и моя библиотека, вот эти три вещи. И потом я вам покажу еще несколько интересных вещей, связанных с интерактивными элементами и про обновления. Ну, вот, начнем с поиска. Когда мы заходим в электронную библиотеку, первое, что нам бросается в глаза, да, это... Первое, что у нас открывается, это электронный каталог, и вот мы начинаем искать по простому поиску, самый простой вариант. Почему мы не всегда находим то, что нам нужно, и очень сложно сделать выборку, иногда выдача, там, тысячи, иногда десятки тысяч источников нам дает, и вот как в этом всем разобраться? Очень часто, особенно студенты, игнорируют расширенный поиск. То есть мы сразу сюда вводим название книги или фамилию автора, нажимаем поиск, и вот у нас простыня открывается. И вот иди ищи. Причем по умолчанию в поиске стоит обозначение, если мы вводим сюда еще ключевые слова, он ищет не только в названии, он ищет еще и в описании. То есть если книга вообще может не относиться к нашей теме, название может не относиться к нашей теме, но где-то в описании, в аннотации прозвучало там слово, например, компетенция. Мы ищем что-то по компетенциям. И все. И вот он нам выдает эту книгу, хотя она нам совершенно не в тему нашего поиска. Поэтому первое, с чего стоит начать работу с электронной библиотекой, и вот то, что я объясняю студентам всегда, начинайте с расширенного поиска. Не вот сюда, если только вы знаете точно автора названия, вводите по быстрому поиску. Но лучше воспользоваться расширенным поиском, особенно если у вас несколько параметров для поиска необходимых. Как выглядит страница расширенного поиска? Вот это то, что повышает нашу поисковую эффективность. Выглядит страница вот так. Да, мы сюда можем ввести. И, пожалуйста, не путайте слова. Если мы вот сюда введем, например, рак, он нам выдаст все. И про раков среднерусской возвышенности, и про заболевания раком, и всех авторов с фамилией рак, и все произведения, где есть соавторы с фамилией рак. И про раковые опухоли, и про все на свете. А нам нужен автор. Воспользуйтесь расширенным поиском. Не путайте, пожалуйста, поля. Названия, ключевые слова сюда вводим, автора сюда вводим. Не перепутайте. Поэтому, если мы ищем по автору, можно воспользоваться именно вот этим поиском. Что еще здесь есть полезного? ББК. Вот то, о чем мы с вами говорили, про классификацию. У ДК, ББК был у нас вебинар, ДОИ и прочее. Вот здесь приведено по ББК. Обращайте внимание на галочки, которые стоят справа от поля ввода. Здесь открывается список, и мы можем выбрать нужный нам раздел. Если вы знаете раздел ББК для книги, то можно провести и такой поиск. Можно задать эти критерии. По типам издания и год издания. Ну, вот ББК не всегда, не все осуществляют по этому полю поиск, не сдают фильтр. А вот по типу издания и год издания, это да, это нам может как раз и пригодиться. И потом нажимаем кнопочку «Найти» и получаем наш результат. Сейчас попробую вам показать это на примере. Так, сейчас экран. Коллеги, я сейчас открою страницу каталога вот этого расширенного поиска. Вы мне, пожалуйста, в чат напишите и загляну, получилось или нет. Вы мне, пожалуйста, в чат напишите, видите ли вы страницу каталога. Напишите слово «да» или поставьте плюсик. Я сейчас загляну обратно. Есть. Ага, отлично. Спасибо. Заработало. Ну, вот смотрите. ББК. Вот оно пошло, перечисление по основным делениям. Вот они, 9 наших делений. И дальше, опять же, справа галочку открываем. Вот пошло дробное деление. Можно открывать, можно выбирать, если мы знаем раздел, где должна находиться наша книга. Или для осуществления тематического поиска по ББК очень хорошо вот этот фильтр задать, например, науке о земле. И вот смотрите. То, что вы выбираете из списка, у вас вот здесь появляется. Да, вот попробуем, можно ли задать несколько. Так, сейчас попробуем. Так, так, так. Алиса выскакивает всегда не в Кайрос. Так, ну вот, например, вот так. Так, и попробуем еще какой-нибудь. Да, вот смотрите, несколько вариантов можно задать. Так, сейчас. Так, посмотрите, все ли у нас нормально. Видно ли, что я задала два раздела ББК. Да, вот сюда, что книга будет относиться и туда, и туда. Да, немножко меня, Алиса, выскакивающая в Кайрос, немножко сбивает. Видно? Ага, отлично. Если что-то лишнее, можно удалять спокойно. Ну, вот оставим мы просто науке о земле. Здесь же можно выбирать укрупненные группы направлений. Да, вот они, тоже есть. Если необходимо, мы это можем сделать. Особенно это важно, когда мы работаем с подбором литературы для методического обеспечения дисциплин при разработке учебных планов, РПД, учебно-методических комплексов. Нам это бывает необходимо. Вот эта возможность здесь есть. Тип издания. Студенту, как правило, это не нужно. Тип издания. Тоже важная вещь. Мы можем выбрать, например, учебное издание. Ну, давайте посмотрим, можем ли мы здесь выбрать, например, научное. И вот, смотрите, здесь тоже есть. Обращайте внимание на вот эти галочки. Они не совсем очевидны, не совсем хорошо их бывает видно. Но они тоже позволяют нам конкретизировать запрос, наш поисковый запрос. Научное издание. Не просто научное издание, а нам, например, нужны монографии. Вот мы их можем выбрать. И, значит, в выборке он нам выдаст все, что относится к науке о земле, все, что относится к учебным изданиям и к монографиям. Но если нам нужны только монографии, мы оставляем их. Вот это удобно показать эту вещь студентам, которые пишут курсовые или дипломные работы, когда у них возникают такие проблемы. Поэтому научный руководитель дает им рекомендацию или замечание делает по работе, что слишком много у вас интернет-источников, очень много сайтов, а вот монографии всего одна. Это никуда не годится. У нас положено по требованиям где-то 2, где-то 3, где-то 5. Нужно добрать. Где добирать? Google, окей, Google, Яндекс в помощь и так далее. Зачем, если есть в той же библиотечной системе, которой вы пользуетесь, все эти монографии можно найти. Начните с этого. Может быть, они и здесь есть, уже проверенные, с правильным оформлением. Вы скоротите себе просто время на поиск и на изучение этих ресурсов. Больше останется. Уровень образования. То же самое. Да, и то же самое. Здесь есть и периодика. По типам изданий можно найти все, что необходимо. По уровню образования. Это скорее для преподавателей. Важный момент, например, нам нужны все учебники, бакалавриата мы можем выбрать. Или нам нужны и бакалавриаты, и магистратуры. Мы это тоже можем выбрать. То, что рекомендовано. Издательство. Здесь выбора нет. Мы просто сами вводим ручками, если нас интересует конкретное издательство. И год издания, если есть требования по литературе, например, конкретного года, он указывает, с какого года по текущий момент будет представлена литература. Ну, давайте там монографии. Ну, пусть будет у нас с 16-го года. Дальше нажимаем найти. И вот он нам выдает 49 документов. Уже не десятки, не сотни тысяч, да и не тысячи, а 49 монографий, которые относятся у нас к разделу ББК 26 науки о земле. И здесь мы можем корректировать наш запрос, вносить какие-то дополнительные, убирать или вносить дополнительные фильтры. Не забывайте только нажимать кнопочку найти, и он нам будет менять выдачу вот здесь. И вот, пожалуйста, выбирайте из 49 монографий для своей работы то, что подходит именно вам. Поменяем мы год. Давайте попробуем, ну, вот не с 16-го, а с 18-го. И посмотрим, что у нас получилось. Вот, уже 20 документов, уже 20 монографий. Ну, вот так вот можно варьировать разные варианты фильтров, критериев отбора уже вот здесь, в расширенном поиске. Вот эта вещь, которая почему-то, я не знаю почему, не всегда пользуется сами преподаватели, не говоря уже про студентов. Студентам вообще был шок и трепет, когда они узнали, что есть расширенный поиск. Может быть, потому, что написано очень мелко, и не обращаем на это внимания. Вот здесь крупно, сразу бросается в глаза. И обращайте внимание, когда вы вводите, если вы вводите ключевые слова, названия, где стоит галочка. Если стоит вот здесь в описании, то он будет искать и имейте в виду то, что в аннотациях, если есть это слово, он его вам тоже приведет. Полнотекстовый – это будет искать по текстам всех книг. Есть ли эти слова в этих книгах. Ну, вот так я, например, искала, мне нужно было найти метод шести шляп, метод шести шляп, метод креативного мышления, Эдварда Бона, где бы упоминалось в этой связке, что Эдвард Бон и метод шести шляп. Вот я ставила тогда в полнотекстовый поиск, ставила этот значок, убирала из описания, и он мне выдал несколько книг. Действительно, очень быстро удалось найти необходимый текст для конспекта. То есть вот этим вот тоже не забывайте. Гриф иногда бывает важен, когда мы подбираем литературу для наших РПД, для списков основной литературы. Иногда требуется наличие грифа, поэтому ставим рекомендованно, УМО, Министерство посещения и так далее. Он вам выдаст только все имеющие гриф источники. По умолчанию всегда стоит галочка вот здесь, в описании. Ну и, как вы видите, мы можем это тоже здесь варьировать. Вот такие моменты, связанные у нас с поиском. Вот на что обращать внимание и как это работает. Очень важно показать это студентам. Для того, чтобы работа по поиску литературы стала более эффективной. Обычно они пользуются вот этой верхней частью и говорят, что я ничего не нашел, а там нет монографии, а, конечно, ему выдало 100 тысяч названий. Ну, не 100 тысяч, а тысячу-полторы. Да, мы находили по темам, у нас было где-то около полутора тысяч названий. И пойди что-то там выбери. Поэтому первое, с чего начинаем, расширенный поиск. По личному кабинету. Личный кабинет – это профиль, да, личный кабинет. Есть и у преподавателей, и у студентов. Опять же, к сожалению, не всегда мы им пользуемся, и студенты особенно не часто пользуются, да и преподаватели, к сожалению. Как попасть в личный кабинет? Вот сюда, когда вы зашли под своей учетной записью, нажимаете сюда, где написано ваша фамилия, имя, у вас выпадает менюшка, и там выбираете профиль, и вот вы попадаете в свой профиль, в свой личный кабинет. Здесь есть ваш личный профиль, где указаны данные о вас, их также можно корректировать. Еще обратите внимание, здесь же вот в первой вкладочке внизу будет указан фамилия, имя и контактные данные того менеджера, за которым вы закреплены, или который закреплен за вами. То есть если возникают какие-то вопросы, можно обращаться к нему, и там же приведен адрес техподдержки, куда можно написать в случае каких-то технических проблем, что-то не работает, сбоит и так далее. Потому что система сложная, и сбои обязательно будут происходить. Чем сложнее система, тем больше может возникать возможности вот таких, каких-то накладок. Поэтому все эти контактные данные, они там есть. Данные о ВУЗе, от которого ВУЗ-подписчик, с которым вы аффилированы. И дальше вот, да, есть мои публикации, можно загружать свои публикации сюда, мои события. Но самые интересные, вот эти три части, моя библиотека, цитатник и закладки. Коллеги, поставьте, пожалуйста, плюсик в чат. Те, кто пользуется активно и формирует и управляет своей библиотекой, используют активно цитатники и пользуются активно закладками. Поставьте плюсик в чат, кто это делает. Ну, а кто не делает минусик. Или от случая к случаю, или попробовала один раз и никак не пошло, тогда ставьте минусик. Увидев первые два плюсика, я хотела сказать, ну, надо же, а я вам тут рассказываю, а вы же все это знаете. Оказывается, не все, да, не все знают. Показываю, в чем преимущество. Ага, Юлия Ежова, плюс-минус, да, компромисс. Сейчас я вам покажу несколько полезных вещей, которые есть в этих трех разделах. Они доступны и студентам, и преподавателям. Естественно, у каждого свой. Каждый видит только свой цитатник, свои закладки, свою библиотеку, да, они свой личный кабинет. В чужой мы взглянуть не можем, если только человек не покажет нам его сам. Я вам сейчас расскажу про эти три раздела, а у меня к вам будет большая просьба. Особенно те, кто поставил минусики или плюсики-минусы. Ну, и плюсы тоже. Напишите, пожалуйста, потом мне в чат, можно писать по ходу. Так, сейчас отвечу на вопрос. Напишите мне, пожалуйста, по ходу, я буду вам рассказывать, вот насколько считаете ли вы, является ли это полезным, просто одну буковку ставим. Б – библиотека, С – цитатник, З – закладки. И, например, пишем там С – полезно, или С – ерунда. И где, может быть, какие-то идеи вам будут приходить, где и как это можно использовать в учебном процессе, например, для преподавателей, или в работе со студентами, или, может быть, в процессе каких-то учных занятий или дистанционных занятий, самостоятельной работы. То есть все идеи, мысли, которые будут приходить в голову по ходу, большая просьба – в чат записывайте, чтобы нам не потерять, не забыть. И вопрос Валентина Тихомирова. Может ли быть пользователем не студент, не сотрудник ВОЗа, просто читатель? Значит, смотрите, здесь система подписки, подписывается организация, и читателям все полезно, Марин. Полезно-то полезно, да, а вот чем? Здесь просто так физическое лицо само по себе нет. Это мы сейчас говорим об университетской библиотеке онлайн, поэтому здесь идет, оформляется подписка именно образовательной организации. Но, естественно, это может быть и не только ВОЗ, это может быть и, например, учебный центр. Но именно вот просто так со стороны стать читателем, оформить подписку – это дорогое удовольствие, потому что подписка оформляется на определенный контент. Есть базовая часть – это университетская учебная литература, на которой подписываются все организации-подписчики. А дальше идет разделение. Есть раздел «Книжные издательские коллекции». Вот он, да, вот он здесь. Их много, и разные ВОЗы подписываются на разные коллекции. Поэтому у каждого ВОЗа, у каждой образовательной организации подписчика будет свой набор вот этих элементов, составных частей контента, на которые они подписаны. Поэтому здесь только подписка через организации. Пока так. Пока так. Значит, показываю полезности. Моя библиотека. Начнем с нее. Что здесь есть полезно вам? Ну, во-первых, последние читаемые вами книги, которые вы открываете в онлайн-читалке, вот они здесь все у вас будут обязательно отображаться. Все, что вы читали в последнее время, вот оно здесь у вас на верхней строчке появится. Дальше у вас есть раздел «Избранное». Вот это, я называю, такая студенческая книжная полка, личная библиотечка, которую можно сформировать. Вот студентам я рекомендую всегда, когда вы находите нужное учебное пособие или открыли посылкам из РПД, рекомендованные преподавателям, нашли ВБС, сохраните их себе в «Избранное» с тем, чтобы потом, зайдя в свою библиотеку, уже непосредственно работать с этими материалами, а не заново искать их через каталог и заново проходить весь этот путь, открытие карточки и так далее. Сокращает значительно время на поиск. Отобрали «Вызбранное», потом его можно исключить. Ну и есть возможность формирования, например, списков, скачивать в Excel, экспортировать, и у вас прям вот списочек всех книг, находящихся в «Избранных» или последних читаемых, у вас будет отображаться в этом списке. И по... вот этот значок «Стрелки» это то, что... «Избранное» можно листать, у вас здесь может сидеть очень много книг, и сейчас я вам их еще раз покажу уже непосредственно в работе. Вот смотрите, как работает эта штука, то, с чем я столкнулась и мучила наших разработчиков. Внесла я вот эту книгу «Теория, практика, креативные деятельности», кстати, кто... очень хорошее учебное пособие, рекомендую. у кого темы подходящие, посмотрите. Я его внесла в «Избранное». И вот я открываю «Избранное», и я не вижу его здесь. Здесь небольшая недоработка со стороны разработчиков. Да, есть, будут исправлять. Мы уже с ними по этому поводу поговорили. Я их попросила сделать. Стрелочку. Это каруселька. Так же, как на сайтах, когда мы листаем изображения, фотографии, да, они перемещаются. Только здесь нет вот этих стрелочек вправо-влево, а крутить ее можно. Ровно так же, как можно крутить и вот эту страничку тоже. Так. Сейчас у меня опять улетело. Это я вылетаю, перекрутила. Сейчас я ее верну на место. Перестаралась называется. Да, здесь нет. Здесь у меня, значит, они все находятся. Да, вот он, профиль. Вот как мы в нее попадаем. Вот. Значит, здесь вот они все, последние читаемые здесь. А каруселька вот здесь, она у нас крутится. Значит, здесь нет карусельки. Вот она у нас здесь крутится. Вот, оказывается, у меня книг достаточно много. И вот она книга, о которой я переживала, что ее нет в избранном. Она на самом деле в избранном есть. Проверить можно, скачать список в Excel, открыть и посмотреть, действительно ли у вас книга внеслась. Ну, вот все книги, которые были отобраны в избранное. Их можно добавлять, их можно убирать, ставшие уже ненужными. И не забывать, что вот эта вот каруселька позволяет нам ориентироваться в списке своих избранных книг. Можно делать свои персональные подборки. Да, точно так же можно выкачать список в Excel. Ну, вот для студентов в основном вот эти вот две вещи. Это то, что мы читаем в последней читаемой книге, то, что мы сейчас читаем, и то, что находится у нас в избранном. По всему курсу сразу отложили, все, у вас полка уже сформирована. И прямо отсюда мы можем, вот то, что у нас случайно получалось, очень хорошо, мы можем сразу, во-первых, подведя мышку, увидеть всю информацию об этой книге. Вот она, да, что это за учебное издание. Ну, на нее перейти не получится, на эту карточку. Но мы можем перейти на саму книгу. И прямо здесь же можем открыть, и прямо здесь же ее можем читать. У нас открывается такой просмотрщик этого источника. Мы можем перейти на страницу книги, и тогда у нас откроется вот так. Сама книга в полном формате, в полную страницу. И по кнопочке «Вернуться назад», «Возврат страницы», мы возвращаемся обратно в свою библиотеку. Ну, вот такая полезная достаточно вещь. Очень простая вещь, но о которой не всегда пользуются даже преподаватели. Очень удобно, кстати, в избранное отбирать те книги, которые нам необходимы для работы над конспектами, над учебниками, над статьями. Все будет под рукой. Единственный минус, здесь не получается навести какую-то более детальную классификацию, расположить их по темам. Они просто живут таким вот списком, с картинками. Единым. Ну, ничего. Я думаю, если такая потребность появится и будет запрос в большом количестве от пользователей, то, конечно, этим вопросом озадачимся. И вот, если нам, например, книга уже не нужна, мы можем подвести курсор мышки сюда и выбрать, у нас появляется удалить книгу из личной подборки. Из избранного можно вот так вот чистить, быстро чистить фонд. Добавить к личной подборке, удалить из личной подборки. Это вот сюда, в персональную подборку мы либо удаляем, либо добавляем книги. И также можно саму книгу, но из карточки удалить из списка избранных. Еще один вариант, это вот то, что касается вот этой подборки. Используем любовь первого, извините, могу неправильно фамилию назвать, сбор избранного в Excel очень хорошо. Надежда, да, это очень удобная вещь, можно скачивать. Я один раз так, со студентами мы проводили такое поисковое задание у них было, они формировали свою книжку, свой список книг в избранное, и потом, и еще последние читаемые, я их просто, вот эти два списка просила прислать. Очень интересно было посмотреть, что и как. То есть из этого можно вырастить задание, это вам так подсказку дает. Можно вырастить задание, и главное, его можно будет проконтролировать. Практически используем при проведении занятий со студентами. Отлично. Любовь только вопрос, а как, да, вот как, если есть какие-то примеры, то будет прекрасно, если хотя бы просто на уровне идей поделитесь, методичку не просим, что, как это используется. Нужную литературу обучающимся, да, Елене Тимофеевне, конечно, и рекомендовать можно, и у каждого студента своя вот такая полочка может появляться. Подальше еще, ну вот, да, вот вся информация о книгах, если подводим курсор мышки, мы вот такую информацию о ней получаем, что это такое. И вот то, что я вам показывала, здесь у нас тоже на слайдах есть. Если мы кликаем по самой обложке, у нас открывается вот такой просмотрщик, можно его закрыть, можно перейти на страницу книги, и тогда у нас откроется вот прям полностью, полностью на весь экран, и удобно читать. Значит, когда открываем полностью страницу, здесь тоже есть море возможностей, которые мы не всегда пользуемся. Ну, во-первых, увеличить, уменьшить, да, можно перемещаться, сделать вот это вот плавное перемещение, он будет просто как ландгрид, когда читаем сайты, да, вот он плавно ползет вверх или вниз, вот это можно сделать, перемещение или вверх или вниз, к следующим страницам и предыдущим страницам, и вот это удобное поле, нужную страницу вводим, Enter нажимаем, да, и попадаем на нужный нам фрагмент текста. И вот эти две части справа наверху и по центру внизу, то, чем мы не всегда пользуемся, а то, что очень здорово нам помогает тоже работать с текстами. Что здесь у нас находится? Ну, во-первых, вот эта волшебная кнопочка Т-текст, которой не всегда и не все пользуются. И очень часто сталкиваюсь с тем, что студенты говорят, а вот открыл книжку, так это же оттуда цитату, ну возьмите оттуда цитату, возьми, только укажи. Ой, нет, мне легче скачать книгу в вордовском файле или в PDF, я потом переведу ворд, чтобы оттуда скопировать, отсюда же скопировать нельзя. Да, есть такая вещь. Книги из электронных библиотек, ну есть авторские права, есть имущественные права, есть договоры с издательствами. Естественно, саму книгу просто перекопировать мы себе не можем, но нам никто не запрещает взять фрагмент текста, привести его в своей работе, но обязательно с указанием, естественно, ссылки, заимствования, все как положено. Если мы будем соблюдать авторские права, мы это можем сделать с помощью кнопочки Т. Делается это очень просто. На нужной странице мы нажимаем кнопочку Т, и у нас текст из онлайн-читалки трансформируется вот в такой вид, который мы можем копировать, мы можем сохранять, мы можем делать из него цитату, мы можем его забирать и вставлять в свой тот же Word-овский файл спокойно отсюда. Но происходит некая трансформация все-таки текста, он немножко ужимается, картинки не воспроизводятся. Вот с этой кнопочкой, если мы нажали, пробовали мы так делать, там получаются кракозябли, а картинка не переводится. Тогда картинку каким-то другим способом скриншотом делаем по-старому. А вот это очень удобно. Мы можем ставить и дальше его форматировать, как обычно делаем в Word. Ну и потом не забыть закрыть эту страничку, чтобы дальше читать книгу. Вот так вот можно делать, если нам необходимо взять небольшие кусочки текста. Вот недавно так делали, например, в конспект лекции, нужно было вставлять кусочки текста из учебника, естественно, с оформлением ссылок, с отсылками, со сносками, со всеми оформительскими вещами, как заимствование. Без этого некуда, это уже наша зона ответственности. Но сделать это можно. Вот это волшебная кнопочка Т. Текст изменяется, поэтому лучше запомнить какие-то фразы, например, одну фразу, по которой мы потом его здесь найдем, из книги, чтобы легче было ориентироваться. Ну, такой-то небольшой нюанс есть, не очень удобный, но ничего, можно приспособиться, зато быстро. Не надо ручками переписывать, сидеть, смотреть и записывать все это. Можно просто взять и скопировать. Как это работает, сейчас я вам тоже попробую показать, а заодно и покажу про закладки. Закладки. Очень удобная вещь, которой тоже почему-то мы редко пользуемся. Делайте закладки, коллеги, когда вы подбираете, вам попадает, читаете учебник, учебное пособие, монографию, что угодно, вам попадается интересный материал, и вы понимаете, что вот сейчас вроде бы он ни к чему, но вот когда буду актуализировать вот тот курс, вот там бы в третьей теме, это было бы к месту. Потом вы это не найдете. Сделайте сразу закладку. Закладки сохраняются. Вот эта первая книга, это вообще у меня уже года полтора, наверное, там были закладки, осталась одна, остальное все почистили, но вот одна осталась важной, и вот до сих пор она еще, пока есть подписка, все эти наши наработки, они сохраняются. Вот она здесь висит. Я в любой момент могу вернуться к этой закладке и взять нужный мне фрагмент. Вот так выглядит панель закладок, уже сделанных в свернутом виде. Их можно развернуть, если, например, несколько закладок у меня в одной книге, вот он пишет название этой книги, если есть автор, он их сюда записывает, эта книга под заглавием. И тут же указывается количество закладок, которые были сделаны в этой книге. Я вообще очень люблю делать закладки в электронном формате, вот только недавно так увлеклась и пристрастилась, а обычно у меня вот лохматые книги, это выглядит почему-то мне в перевернутом виде показывает и в зеркальном отображении. Но не важно. Вот примерно вот так у меня выглядят мои нормальные рабочие книги, с которыми работаем. Но неудобство бумажных закладок или стикеров, во-первых, четко отмечать фрагмент, во-вторых, ну это ладно, а потом я забываю цветовую индикацию сама сначала сделаю, потом забуду это о чем. Здесь нет цветовой индикации, но здесь можно вносить пояснение к самим закладкам, это о чем, это для чего, и записывать, они сохранятся тоже здесь. Потом легче будет искать, например, тема 1, тема 2, тема 3, к какому-то курсу я выбираю или куда пойдет этот кусочек. Очень удобно внести сюда в закладки, потом вы это быстро найдете. Их можно удалять. Минус. Нельзя редактировать. То есть вот как здесь написано, так оно и будет жить. Закладки не делала. Да, вот Елена, обратите внимание, очень классная вещь, особенно когда работаешь, вот я с этим столкнулась, когда мы огромное количество материала приходилось обрабатывать при подготовке контента для электронного учебного курса. Когда их еще параллельно 2-3 идет в разработке, это просто безумие с этими источниками. По закладкам очень здорово сокращает время на работу с текстами. И попутно можно делать эти закладки на будущее. как и вот такая вещь. Про закладки. Есть один нюанс. Сейчас попробую вам его тоже показать на рабочем столе. Так вот. Вот они мои закладки. Вот они вживую выглядят так. Вот они живенькие. Не забывайте писать описание закладки. И вот с нее мы можем сразу перейти по страницам. Они активны. Ну, например, вот сюда мы пойдем, посмотрим, что у нас здесь. Что мы здесь. Ага, вот эту схему мы внесли в закладки. Она нам нужна, важна, чтобы не потерять. И вот мы попадаем на страницу нашей книги. Вот она, наша закладка, сработала. Здесь смотрите, какой нюанс. Закладка делается на страницу, не на кусочек текста. Вот я вам показываю. Из онлайн-читалки мы ничего скопировать не можем. Видите, он нам не дает возможности. Но если нажмем буковку Т, вот смотрите, что у нас получилось. А вот они кракозябли. Вот он тот рисунок, кусок, рисунок с текстом, который был, вот он у нас закракозяблился. Самого рисунка мы здесь не видим. То есть с помощью этой кнопочки мы можем работать только с текстом. И вот здесь мы уже можем все, что нам угодно, выделять, копировать. Ctrl-C, Ctrl-V утащили к себе вордовский файлик. Ссылку не забыли поставить. Ссылки автоматически не проставляются, поэтому нам это нужно делать вручную. Но не забываем. Если берем отсюда. И вот по крестику мы закрываем, у нас открывается этот текст, и у нас открывается опять наша обычная страничка. И вот мы можем на любую страницу сделать закладку, как она делается. Так, здесь у меня закрывает. Вот я его сейчас отодвину, потом он у меня закрыл. Вот здесь внизу есть значок закладки. Вот мы, например, только смотрите внимательно вот сюда, на какой странице мы находимся. Он будет делать закладку ровно на эту страницу. Нажимаем закладки. Здесь все очень просто. Введите название закладки. И вот смотрите. Видите, в самом личном кабинете у нас было только одно название. А здесь у нас название и еще скобочки стоят. Вот в самом личном кабинете у нас стоит то, что здесь обозначено в скобочках. Описание закладки. А вот это креативное умение, рисунок 2, 3, это просто название закладки. Мы можем ее назвать вообще 1. Давайте вот сделаем просто закладку, я вам покажу. 1. Сюда вводим описание закладки. И вот чего мы хотим. Например, вот так назовем. Что-то важное. Краница 125. Не забыть нажать «Добавить закладку». И вот смотрите, все закладки, которые у нас есть к этой книге, когда вы делаете новые, он вам их уже показывает. Вы можете уже ориентироваться. И по ходу что-то ненужное убрать даже уже отсюда. А вот теперь давайте посмотрим. И вот видите у нас, название закладки – это поле обязательное, поэтому сюда хоть что-то, но надо поставить. Само название закладки я вам рекомендую записывать вот сюда, в поле «Описание закладки». А вот теперь посмотрим, что у нас получилось. Вот наша книга. Вот у нас добавилась новая закладка. И вы видите, вот эта единичка из обязательного поля, ее здесь в названии нет. Здесь только то, что стоит в скобочках. Поэтому, если вы в скобочке ничего не написали при формировании закладки, у вас будет просто пустое поле и страница 125. Что там на этой странице, зачем нам это нужно. Поэтому скобочки обязательно заполняйте. Именно какой-то вот комментарий, что это, зачем и куда это нужно. Чтобы потом вот по этому списку, спустя какое-то время, вы могли не терять время, а наоборот его экономить. Вот такая хитрость есть с закладками. Поэтому вот на это обращайте внимание. Это момент такой важный. Еще какие полезные есть у нас здесь вещи на странице читалки. Смотрите, еще покажу несколько хитростей. Есть вот такая вещь, получить код вставки. Если мы его нажмем, например, какой у нас там, 125 по, он предлагает нам диапазон, по 127 странице. Вот две страницы, на них мы хотим получить код. Пишем. Код вставки без ограничения можно использовать только в LMS. В любом LMS Moodle, который привязан к EBS, есть интеграция. EBS-овский. При использовании на любом другом ресурсе будет ограничен всегда тремя страницами, то есть больше трех страниц мы не можем сделать. Но смотрите-ка, и он нам дает два варианта. Дает ссылку URL на эти две страницы, то есть у нас откроются только эти две страницы, ничего больше. Для конспектов очень удобно. Код вставки, вот этот мы можем взять, для просмотра книги мы можем взять и вставить, например, на свой сайт, и то, и другое встает, но не всегда отображает. Если нет доступа к EBS, это как бы получается, мы выносим на сторонний ресурс, поэтому это можно технически сделать, но есть, опять же, вопрос авторских имущественных прав, поэтому прежде чем вставлять на какой-то сторонний ресурс и пользоваться этой возможностью, лучше обратиться к менеджеру в профиле, который у вас указывал, к техническим специалистам и уточнить возможности использования на том или ином ресурсе. На сторонние ресурсы вот так вот вносить не всегда возможно. Он его вставит, но показывать книгу не будет, должен быть доступ, нужно войти по своей учетке, иначе он нас просто не увидит. Вот с этим есть ограничения, хотя возможность такая есть. Что еще у нас здесь есть хорошего? Копирование фрагментов, печать, да, печать PDF и печать страницы. Вот то, чем тоже можно пользоваться. Копировать фрагмент PDF. Если мы ее нажимаем, он у нас спрашивает, какой диапазон, ну, например, мы возьмем с 12 по 189, да, так, 12 по 189. Вот мы хотим это все в PDF полкниги и забрать. Обратите внимание, копировать фрагмент можно с учетом только следующего ограничения. Не больше одного фрагмента одной книги в течение суток. И вот смотрите. Скопировать можно. То, что мы хотим сделать в PDF-формате себе получить. Не более 37 страниц этой книги. Стоит ограничение. По умолчанию не больше 10% от объема книги. То есть если там 370 страниц, значит 37. Если там 200 страниц, значит 20 страниц. Сразу имейте в виду. Не больше 10% объема этой книги. И только вот так. Так, а вот если мы с первой по 36-ю, так, все. Вот он у меня пошел. Но может ругаться, потому что я уже один фрагмент копировала, он может мне его сказать, что нет, нельзя. И вот этот вариант тоже есть. Это вывод на печать. То есть точно так же я могу вывести какой-то диапазон страниц на печать, и сразу на принтер у меня уже распечатается в нужном количестве, в нужном формате. Но, коллеги, по поводу радостного скачивания, что вот сейчас прям все перекачаем. Значит, имейте в виду, все это сделать можно, но, опять же, не более 10% от объема в сутки один фрагмент одной книги. И имейте в виду, что у разных книг этот процент разрешенного для скачивания может быть различный. Это зависит от издательства, от тех условий договора, на которых издательство предоставляет свою книгу ВБС. У кого-то может быть меньше, у кого-то может быть больше. Поэтому обращайте внимание на те ограничения, которые вам пишутся. Второй вариант. Важное дополнение по поводу ограничений. Значит, коллеги... Сейчас закрою. Коллеги, по поводу ограничений. Сейчас последнее сообщение от наших разработчиков введено ограничение на 500 страниц. То есть, если система видит, что вы пытаетесь очень большие объемы, объемы более 500 страниц пытаетесь скопировать, он может поставить вам не просто ограничения, он блокирует учетную запись. Поэтому с такими вот скачиваниями, массированными из ВБС, это все-таки авторские права. Это, в общем, смысла такого нет. Особенно если пытаются 500 страниц за час, то сразу блокировка идет. И чтобы разблокировать учетную... Блокируются пользователи, чтобы разблокировать свою учетную запись, надо обращаться к своему, как и называют, корневой пользователе. Это главный человек, который подписывал договор с ЭБС и который одобряет наши учетные записи. Ну, в ВУЗе это либо вузовский библиотекарь, директор библиотеки или библиограф, но есть какое-то ответственное лицо за работу с ЭБС. Вот именно он может разблокировать запись, а может и нет. То есть поступают жалобы и уже берут на карандар. Но это могут потом последовать очень серьезные разборки, поэтому лучше не злоупотреблять теми возможностями, которые у нас есть, и не закрывать себе доступ. Это вот то, что касается скачивания. Ну, вот полезные такие вещи у нас еще есть. Ну, вот про закладки. Здесь я вам тоже слайды сделала. И цитатник. Очень хороший способ, хорошая вещь, которой тоже очень редко пользуемся, но тоже может быть нам полезно. Особенно, когда мы подбираем цитаты для своих письменных статей, курсовых, дипломных проектов. Вот здесь это может нам помочь. Есть тоже свои плюсы, есть свои, ну, я бы не сказала минусы, скорее ограничения. Вот так выглядит цитатник. Это уже готовые цитатники. Их можно делать по-разному. То есть все цитаты группируются. Вы можете их делать, например, по книгам, как сделано у меня здесь. Книга по манипуляциям, книга по креативу, книга там еще по чему-то. И мы можем таким вот образом конспектировать, например, монографии, там, учебные издания. Ну, вот как-то для учебного процесса это можно использовать в таком виде. А можно делать цитатник по темам. Например, по теме манипуляции я сюда собираю цитаты из разных источников. Например, делаем цитатник, название тема, статьи, которую мы пишем. И вот все цитаты из разных источников, из разных книг собирать под эту тему. То есть у нас получается уже хорошая такая папочка с материалом, которую можно использовать при работе, например, над статьей. И вот так они выглядят. Если мы откроем этот цитатник, вот мы его открыли, наш второй по креативности, и вот они пошли, наши цитаты. Они выглядят в виде вот таких карточек. Их можно также удалять. Опять же, здесь есть преимущество перед закладками. Текст можно редактировать. Можно удалять, можно редактировать, разные чудеса с ними совершать. И вот название. Наверху идет название источника, откуда была взята эта цитата. Очень краткое описание, поэтому если нам нужно для ссылки или список источников вставлять, отсюда не получится взять. С разработчиками сейчас этот вопрос решаем. Возможно, если будет запрос, опять же, от пользователей и будут пользоваться цитатами, то сюда попробуют внести полное описание. Но лишнее из полного удалить всегда проще, чем дописывать ручками, недостающие информацию. Полное описание можно будет вставить. Но опять же, все зависит от вас. Будем просить – сделают. Дальше идет сам текст цитаты. Обратите внимание, вот эти страницы, это я уже дописывала самостоятельно. Он вставляет просто сам текст, без указания страницы источника. Значит, здесь идет указание полного объема источника, как для списка источников, но не погенация и не конкретная страница заимствования. Поэтому это нам ручками сюда придется самим дописывать. И комментарии можно не писать, можно оставить какую-то пометочку при работе над статьями. Это бывает очень важно. Когда мы пишем, берем какую-то цитату, у нас еще контекст в голове, у нас мысли еще есть, мы еще помним, к чему это, зачем и каким образом мы это хотим использовать. Когда дело доходит до вставить в текст, мы уже не помним, а зачем я эту цитату брал, а куда, а для чего и как я ее хотела развернуть. Вот это можно дописывать сюда в свой комментарий. Так что вещь очень удобная, которой не всегда пользуемся. Для производства цитат из текста, опять же, он работает только из... вот этой кнопочки, из текста. В самом онлайн-читалке мы можем только закладку на страницу поставить, цитаты здесь не работают. Значит, мы нажимаем на текст и потом уходим вот сюда вниз, делаем цитату. Как это сделать? Давайте тоже покажу, попробуем сделать такую цитату прямо сейчас из нашего учебника. Так, вот у нас учебник. Вот мы хотим... Ну, вот этот вот абзац, например, мы хотим сделать из него цитату. Прежде чем уходить сюда в текст, текст сместится, поэтому мне важно запомнить какие-то основные ориентиры, чтобы найти быстро его в измененном состоянии. Креативное умение, рисунок 2.4. Окей. Я иду сюда. Вот, рисунок 2.4. Креативное умение. Вот она, моя цитата. Вот я ее вот так беру. Хочу сделать из нее цитату. Я ее копирую. Нажимаю цитаты. Вот он спрашивает у меня, в какой цитатник будем добавлять. Ну, вот такая книга у меня есть. Вот я ее... Цитатник уже готовый. Если... И он его показывает, что мы будем добавлять цитату сюда. Если нет, надо создать новый, тогда мы создаем новый. Вот, есть поле. Создать новый. И тогда он у нас вводит еще одно дополнительное поле. Нужно ввести название цитатника. Возьмем его вот так, смешно. Супер, супер. И вот сюда мы вставляем скопированную нами цитату. А, а, а. Да, конечно. Ладно. Пусть будет так. Окей. Хорошо сделаем. Сделаем. Так. Ну-ка, 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 ну-ка. Он его сделал или не сделал. Так, вот мы ее отсюда копируем. Это вот с новыми, если мы новые цитатники делаем, то да, здесь вот может... Супер новый есть, он его не создал. Вот с новыми возникают такие вещи иногда. А вот здесь вот все. Здесь, если мы, например, вставляем цитату. Вот. Лучше сначала вставить цитату, а потом... А потом сделать новый цитатник. Комментарий. И добавляем цитату. Подтвердите. Да. Подтверждаем. Давайте посмотрим, получилось у нас или нет. Смотрите, да, вот, получилось. Значит, когда вводим... Но если у нас уже цитатник есть, нам просто туда добавить. Мы просто выбираем из списка имеющийся и добавляем скопированную цитату и добавляем ее туда. И она сама встанет. Если же мы создаем новый цитатник, тогда лучше сначала скопировать цитату, ее вставить в поле, выбрать из списка создать новый. Сначала цитату скопируем и вставляем, а потом создаем новый цитатник и сохраняем. И тогда у нас создается одновременно и цитата, и цитатник. И вот она у нас, смотрите, да, в новом цитатнике, в новой рубрике эта цитата спокойно сохранилась. Вот есть такой нюанс. Сначала цитата, потом цитатник. Есть желание сделать наоборот. Здесь может не получиться. Я вам показала, как это не получается. Так, ну и вот профиль цитатник. Вот они все мои цитатники. Вот я вам еще одну вещь покажу. Можно их менять местами. У чуда можно перемещать, можно удалять и выстраивать какую-то очередность, что зачем идет. Это тоже очень удобно, когда мы подбираем материал для статей. Но, опять же, если мы в рамках одного раздела, одного цитатника. А теперь самая главная вещь. Можно ли... Так, сейчас я загляну. Все ли видно... Ага, должно быть видно. Сейчас я вам покажу одну хитрость, которую... Которой... Возможность, которой не было предусмотрено, но такой лайфхак, который обнаружила. Как вытащить эти цитаты к себе в Word-овский файл. Ну, вот, например, я сделала цитаты. Да, все хорошо. Здесь-то они живут, я с ними могу поработать, я могу даже отредактировать текст. Причем, смотрите, здесь очень много возможностей. И для самой цитаты, и даже для самого комментария. Здесь много чего можно сделать. И не забывайте только потом нажать «Применить». А если мы внесли значительные правки, и уже это хотим сохранить как новую цитату, мы это тоже можем сделать вот здесь при сохранении. У нас будет уже не одна, а две цитаты. Одна старая, а вторая отредактированная. Вот это тоже можно здесь сделать. Ну, периодически он спрашивает вот эти подтверждения. Не очень, может быть, хорошо, но зато надежно. И не забывайте, чтобы что-то, вот это поле «Обновить страницу», нажимать для того, чтобы новые данные появлялись. Если у вас ввели новый цитат, никому не появился, нажимайте «Обновить страницу». Вот теперь показываю, как это скопировать. Экспорта, импорта нет. То есть экспортировать эти цитаты отдельно или все, в Word-овский файл, там, в Excel-овский файл у нас не получится. Зато есть вот такая хорошая вещь. Распечатка. Мы можем экспортировать цитаты, не распечатывая их. Значит, смотрите, выбираем, что необходимо отправить на печать. Либо комментарий, цитату или библиографическую ссылку. Ну, у нас цитата состоит из трех частей. Есть указание источника, есть сам текст цитаты, есть комментарии. Например, мне нужны только цитаты и библиографическая ссылка, но без комментариев. Комментарии – это мое внутреннее. Окей, я выбираю, подтверждаю. И смотрите, он меня что? Он трансформирует в текст мои цитаты. Вот дальше я их вывела бы на печать, но я могу сделать проще. Мне этого не надо. Я делаю, выделяю цитаты, Ctrl-C, дальше я могу открыть Word-овский файлик, любой. И вот посмотрим. И вот смотрите, он у меня вставил Word-овский файлик. Все. Теперь я дальше уже просто эти цитаты растаскиваю, вставляю вот эту страницу, это я ручками ставила уже сама. Когда работаю с источником, беру из номера страницы, я прямо сразу сюда ставлю. Делаю пропуск, например, для затекстовой ссылки. Я не знаю, каким еще у меня это будет по порядку идти, это в списке источников, например, не знаю. Я просто ставлю номер страницы. А источник у меня уже указан. Вот это я могу сразу же растащить по тексту, потом выделенное жирным источнике поубирать, номера источников проставить согласно списку, а страницу у меня уже стоят. Все. Вот так вот можно хитро сделать. То, чего не предусмотрено, мы можем, в принципе, придумать сами и реализовать. Ну, вот так вот можно вытаскивать цитаты. Но, опять же, он вытащит все, что есть в этом разделе. Все, что касается к этому цитатнику, он все цитаты вытащит. Тогда лишнее нужно будет убирать. Вот сейчас с разработчиками я им задала вопрос, обсуждаем. Если будет полезно и интересно пользователям, будет запрос, работаем с цитатами и сделать возможность копировать или экспортировать сразу вордовский файл и делать выборку. Например, поставили галочки. Вот из шести цитат мне нужно две. Я выбрал нужные, нажал экспорт, и у меня ушло все вордовский файл. Именно эти две цитаты. Остальные остались здесь. Но, опять же, это вот вопрос, насколько это будет нужно слушателям. Будет запрос, сделаем. Да, хитро. Ну, вот разработчикам не говорите. Такой возможности пока нет, но вот у нас теперь есть. И, коллеги, последние две, вот три хитрости, три полезности мы с вами разобрали. Цитатник, или моя библиотека и закладки. Вообще закладки и цитатник жутко удобная вещь, особенно когда вы разрабатываете какую-то дисциплину. В одном источнике вы нашли примеры иллюстрации, в другом источнике, иллюстрирующие что-то, в другом источнике вы нашли какие-то кусочки текста, цитаты. Все бы это хорошо бы вот скомпоновать, а вот выбирать это всегда очень настолько муторно. Вот с помощью цитаты закладок это реально можно вот такой хороший себе материал на долгое время собрать и сэкономить и силы, и время. Вот три полезности мы рассмотрели, и сейчас вам покажу две еще интересные полезности, о которых тоже мало кто знает, но такая возможность есть. ВБС, университетская библиотека онлайн. Когда вы открываете книги, карточки книг в каталоге ищите, обращали ли вы внимание на то, что некоторые учебники у нас идут с интерактивными тестами. Кстати, на заметку. По поводу публикационной активности. Вы тоже можете создать такой учебник, написать и издать его в издательстве Директ Медиа. У вас тоже будет интерактивный тест. Но он будет относиться к учебнику, и это уже не просто какой-то материал, выложенный в открытый доступ. Это тот материал, на который уже будут распространяться права вас как автора. Но тест при этом будет интерактивным. И вот, смотрите, открываем книжку, карточку книги, и вот у нас идет действие, читать онлайн, купить электронную печатную книгу. И вот здесь у нас есть такое примечание, «Тесты к изданию». Это значит, что книга имеет интерактивный тест. И если мы по нему кликнем, мы попадаем на страничку интерактивных тестов. Там идет списком, каким темам есть тесты, и вот дальше мы можем по структуре выбрать, какой тест нам сейчас проходить. Причем каждый тест имеет три режима. Режим обучения, то есть такой с комментариями, с объяснениями правильных, неправильных ответов и так далее. Есть режим тестирования там на время, и есть режим экзамена. Но интересная штука, очень интересно поиграть. Кстати, я вам ссылочку дам. Попробуйте зайти, вот прям даже посмотреть этот пример, поиграть в это электронное тестирование. Но есть минус. Это тест, который привязан к самой книге. Вы его прошли, вы получили результат, но никуда эти данные в общую какую-то копилку, в систему дистанционного обучения, в вашу вузу, организацию, группу, они никуда не сливаются. Это вот знаете, как раньше покупали книги с дисками. Да, послушать или там видеодиск посмотреть, вот обучающий урок, внутри него могут быть тесты, вам ставят баллы, оценки и так далее, но это никуда не уходит за рамки ограниченного вашего личного пространства, личного кабинета. Здесь примерно та же самая история. Но для самообучения это очень хорошая вещь. Три режима. Интеграция с вузами. Как-то у меня спросили, говорят, а можно ли это интегрировать, например, с нашей системой дистанционного обучения. Если на Moodle, то можно. Но опять же, зачем? Зачем такие сложности? Обычно у вузов это уже все простроено, это уже есть. А вот для самообучения, для, например, самостоятельной работы студентов, особенно дистанционщиков, заочников, это очень хорошая вещь. Такая тренировка. Тренировка хорошая, причем во всех режимах. Ты будешь знать, как будет проходить экзамен, или ситуация приближенная к промежуточной или итоговой аттестации. Но это все можно, в принципе, здесь реализовать. Вот такая интересная вещь. И, кстати, автором такого интерактивного учебника вы тоже можете стать. Сами написать по своему курсу, и не просто текстовый, а вот такой интересный мультимедийный комплекс. Тесты живут и отдельно. Не только привязанные к самой книге, но и в отдельном виде. Отдельным ульем таким. В разделе сервисы выбираете интерактивные тесты. И дальше вот они пошли. Есть тестовые задания к вузовским курсам, к СУЗам, для подготовки к ЕГЭ. Ну, вот пока вот эти вот три раздела есть. Ну, и можно размещать свои тесты, свой материал. Но для этого, если вы нажмете, там нужно будет зарегистрироваться и связаться со специалистами для того, чтобы уточнить условия и передать контент для размещения. Ну, тоже есть такая возможность в этот комплекс. Свои тесты тоже можно будет включить, если они у вас есть и разработаны. Сейчас я вам быстренько прямо покажу вживую эти интерактивные наши тесты. Вот она, вот она книга. Вот они, тесты к изданию. И вот смотрите, он также как оглавление для книги, и он нам показывает, какие тесты здесь есть, каким темам, в каких частях. И вот мы, например, берем первый попавшийся тест. Выбрать все, что мы выбираем. А вот выберем мы... Ну, вот все. С какими частями будем работать? Ага, мы их можем закрыть. Или здесь как-нибудь возможность есть? Например, да, здесь только выбрать все, значит, со всем. Установлено, что все можем... Со всеми... Все нужно пройти. Ну, вот, например, выберем мы режим обучения. Попробуем его пройти в режиме обучения. Вот он пишет нам статистику. Сколько вопросов. Текущий вопрос. Сколько отвечено. И пошли секунды, за какое время мы это прошли. Первый попавшийся ответ. Чаем. И верно. Вот, дальше. Хорошо, завершаем обучение. Что он нам напишет? За какое время мы прошли? Пройти заново к списку тестов. Да, вот здесь вот не включены пояснения, но, в принципе, к тестам еще есть возможность включать, например, пояснительные вещи, что неправильно, как должно было быть. Ну, вот здесь он не показывает правильные ответы. Ну, вот к списку тестов. Хорошо, давайте перейдем к списку тестов. И вот, да, ну, вот надо посмотреть, где-то есть вот эти объяснения, где-то их может не быть, но это уже как автор распорядится. Может быть так, что один и тот же формат прохождения тестов может быть на все три типа и обучения, и тестирования, и, ну, значит, так предусмотрено автором. Ну, возможность такая есть. Можно делать и с пояснениями. И по интерактивным тестам. Какие здесь есть? По каким направлениям есть вузовские тесты для СУЗов и тесты для подготовки к ЕГЭ? Ну, чаще всего в основном пользуются вузовскими и СУЗовские темы. Ну, вот такая вот полезная вещь у нас есть. Еще одну полезную вещь в завершении я вам тоже не могу обойти вниманием. Ответ на вопрос, а что у вас новенького появилось в контенте? Вот появился такой раздел, который называется «Обновление контента». Да, вот, кстати, интерактивные тесты живут вот здесь, вот она, в сервисах, предпоследняя строчка. Можно просто найти, посмотреть, попробовать разные тесты. И в каталоге есть вот такой раздел «Обновление контента». Давайте я вам сейчас ссылочку на него даже отдельно дам в чат. Здесь собирается вся информация вот здесь за последний месяц. Она обновляется автоматически. Вчера было с 12 апреля по 12 мая, сейчас идет уже с 13 апреля по 13 мая. все, что появилось нового в университетской библиотеке онлайн. Да, причем новое – это не значит, что год издания только 2021. Это может быть, что книга издана в 2015 году, но она вошла в состав ЭБС вот только сейчас, в этот месяц, да, она тоже появится в этом списке. Здесь также можно сделать выборку по ОГСН, если вас интересуют какие-то книги по какому-то, что нового, по конкретному направлению, по типам изданий, по ББК, также мы можем сделать выборку по тем фильтрам, как для расширенного поиска. И вот смотрите, за выбранный период, за месяц 714, вчера было 712, значит, за сутки еще две книги добавилось. Вот это хороший раздел, где можно узнавать о новинках, что появилось нового именно по своим направлениям. И еще один момент, обращаю ваше внимание, добавилась новая функция вот здесь. Выберите действия. Вы можете сделать выборку, а можете полный список, скачать всех этих новинок, как в Excel, так и в CSV. И еще для библиотекарей и библиографов, наконец, даже заработчики сделали, что можно выкачивать списки обновлений в «Русмарк» и в «Марк-21». То, чего раньше не было, вот сейчас этот функционал недавно добавился, не все про него знают, но им уже можно пользоваться, вот, ввожу до вашего сведения. То есть список книг тоже можно выкачивать. И последняя полезность. Коллеги, вот такие у нас новинки появились. И последняя полезность – издательские коллекции. Обращайте внимание, очень много литературы, особенно полезной для раздела «Рекомендуемая или дополнительная к изучению литература» в наших списках РПД. Ее можно найти в издательских коллекциях. Здесь перечислены все коллекции, которые только есть в ЭБС. Посмотрите, как их много, и они еще открываются, там есть еще подразделы, подколлекции. В некоторых местах, например, от МГТУ имени Баумана, у нас, по-моему, там несколько. Да, вот смотрите. Одна коллекция, на самом деле, их вот сколько. По разным направлениям и отраслям. Здесь представлены все коллекции, но не ко всем из них у нас есть с вами доступ. Это зависит от того, на какие коллекции подписался ваш ВУЗ, ваша учебная организация. Те, на которые мы подписаны, у нас будут отражаться вот здесь. Те, на которые мы не подписаны, у нас будет пустое поле. Ну вот сейчас попробуем открыть. Вот видите? Вот мой ВУЗ не подписан на коллекцию издательства МГТУ Баумана. И он мне пишет, что выбранный раздел пуст. На самом деле там очень много книг. Мы на него не подписаны. А можно ли увидеть вообще все это богатство, на которое мы даже не подписаны? Можно. Вот здесь. Есть такая хитрость. Нажимаете значок шестеренка. Вот видите, по умолчанию у нас написано доступные. То есть те, на которые мы подписаны, вот их я и вижу. Выбирайте все. Нажимаете применить. И вот теперь у меня открылся тот же самый раздел коллекции, но только он будет сереньким. Если вы видите серенькие, а не цветные книжки, значит вы на них не подписаны. Даже в рамках одной коллекции не на все книги у вас может быть подписка. В чем плюс? Мы можем открыть карточку этой книги. Мы можем ее увидеть. Мы можем увидеть аннотацию. Мы можем познакомиться с содержанием. Единственное, что у нас не получится, у нас не получится ее почитать. Он пишет, у нас недостаточно прав для просмотра этого контента. То есть почитать эту книгу у нас не выйдет, но познакомиться с ней мы можем. Иногда нам этого достаточно для того, чтобы понять, что вот эта книга нам нужна. Вот тогда вы ставите вопрос перед своей библиотекой, заведующий кафедры, человеком, который от вашей организации занимается работой СБС, в университетской библиотеке онлайн есть возможность доподписаться на нужные вам издания. Если эта книга не вошла в вашу подписку, но она есть в коллекции, на которую у вас есть разрешение и доступ, возможно, такое покнижная подписка. Можно подписаться. Можно даже подписаться, если вам из всей коллекции нужно две или три книги, со стороны ЭБС это вопрос решаемый. Будет ли подписываться ваша организация. Это значит, что у вас будет доступ к этой коллекции, но только к этим двум книгам, не ко всей, естественно. То, на что подписались, то тем мы можем пользоваться. Но это вот такая возможность есть, это можно очень хорошо самим влиять на формирование вот той книгообеспеченности, формировать ту книгообеспеченность, которая нам необходима реально для работы, а не так, что ой, на что они там подписались, нам это не надо. Предлагайте со своей стороны то, что нужно вам. Со стороны ЭБС такие возможности есть. Ну вот, коллеги, вроде бы и все на сегодняшний день. Про две хитрости и полезности я вам тоже показала. Как узнавать о новинках ЭБС тоже рассказала. Так, и возвращаюсь к нам сюда в чат. Вот, полезные ссылки, вот они на слайде. Не забудьте скачать презентацию. Вот эта страничка обновления контента, прямо себе в закладочке ее берите, ставьте, пригодится. И ссылки на пример книги с интерактивными тестами и как найти сам список интерактивных тестов в меню сервиса. Вот эти три ссылки я вам даю то, что может пригодиться в самой презентации. Это Наталья Митина, пожалуйста, за обзор. Это только маленький кусочек. Это еще не все из того, что там есть и из того, что там планируется. Интересностей на самом деле достаточно много. Есть свои подводные камни, есть свои особенности, есть свои нюансы, скажем так, но все решаемо. Опять же, если что-то нас не устраивает, вот у меня, например, одно такое неудовольствие может быть, не хватает, вернее, даже не неудовольствие, а не хватает у меня таких, как пользователю, подсказок, куда нажать, чего кликнуть, чтобы быстро открылось, вот так бы подвести мышку, да, к строчке. И он тебе пишет, что это за кнопочка. Это хорошо, это он пишет. А вот что с этим делать, а как нажать, а как скачать, а вот, да, вот какие-то мелкие подсказки, у меня, мне вот этого вот, честно говоря, не всегда хватает. Какой-то навигации, не все вот эти хитрости, они интуитивно понятны и известны. Именно поэтому вот такие вебинары сейчас и планируем проводить, чтобы делать вот такие инструкции, давать вам, чтобы можно было ими пользоваться, вот какие-то хитрости там. Собственно, опыт тоже подсказывает, да, как скопировать, как забрать цитаты, которые, в принципе, забрать нельзя, но можно. Ну вот, коллеги, на этом наша сегодняшняя встреча заканчивается. Но я вас попрошу еще раз посмотреть потом запись, забрать материалы презентации, подумать над тем, что мы сегодня рассматривали. И, пожалуйста, в нашей группе у нас есть сообщество, группа «Библиография для небиблиографов». Либо можно мне на пучту написать какие-то идеи, как это можно использовать, применять в учебном процессе. Не просто дать студентам, чтобы он законспектировал там книгу, видит цитату, ну, хорошо. А можно ли из этого сделать, например, упражнение? А может быть, вы какой-то кейс на этом построили? А может быть, это вообще квест какой-то или игра? Вот есть ли у вас что-то такое? Или где-то вы это используете как элемент другого задания и упражнения. Может быть, вы это уже все делаете. Очень важно делиться вот такими вещами, потому что мы параллельно, решая свои учебные задачи, еще и повышаем свою информационную грамотность. И студентам помогаем это сделать с тем, чтобы они потом не говорили, что ничего в ЭБС нет, потому что, оказывается, они не умеют этим пользоваться. Вот это я вас тоже попрошу сделать. Ну и, коллеги, самая последняя наша информация техническая. Сейчас я вам ее через секундочку дам и страницу для получения сертификатов. Всем хорошего, хочется пожелать хорошей работы, эффективной работы в ЭБС. Применяйте новые технологии, используйте электронную библиотечную систему, подписывайтесь на университетскую библиотеку онлайн, и вместе мы ее сделаем максимально удобной. Вот так.